Я уже ложку приготовил. Здорово, туристы, любители всякого рода бушкрафта. Давайте, наверное, теперь попробуем говядину. Все-таки решил ее разогреть. Перевернул теперь вот этот таганок вверх ногами. Скорее всего, так будет правильней. Вот. Погрейте, посмотрите, что там у нас положили, потому что рисовая каша. Ну, не проконала тупо, вообще ни грамма. И если, допустим, в какое-то время, в начале каких-то боевых действий, там, или какого-то зомби-апокалипсиса, или какого-то просто тупо... Просто тупо апокалипсиса. Будут такие вот пайки раздавать мирному населению, чтобы как-то худо-бедно перебиться какие-то сутки, то, я думаю, друзья, мирное население понесет очень серьезные потери, потому что человек, который не привык к такому вот роду питанию, то есть к такому вот качеству каши... Там, не знаю еще почему, то есть, очень сложно это для наших нежных желудков, это переварить нормально, достойно. И это я вам говорю правду, потому что питаться мы так с вами не привыкли. Вроде горит. Давайте, ладно, теперь эту банку я уже вскрою полностью, чтобы не ложануть, как в прошлый раз. Ну, какой-то кусок мяса вроде есть. Давайте, ладно, это все погреем и посмотрим. Может, надо было две банки, две таблетки, хуйную туда. Ну, да ладно, одной будет вполне достаточно. Ну, тушенка вроде дрогнула, бульончик он поплыл. Но, честно сказать, я и не знаю даже, если тушенка окажется полным говном. Я больше чем уверен, что перловка дрянь порядочная, если рис такой говняный. Если это окажется говном, то, друзья, как вообще можно рассчитывать на сутки вот на этом протянуть? Я, конечно, понимаю, что еще раз скажу, что мы с вами люди нежные, привыкли питаться в Макдональдс, там, в KFC, там, я не знаю, еще где-то в ресторанчиках. Кто-то там питается диетически, кто-то с собой берет на работу какие-то молочные каши. Но в жизни всякое может быть, и может быть где-то вам приспичит, не приспичит, а понадобится вот это вот съесть. И представляете, что с вами будет? Тут надо, наверное, рулон бумаги туалетной давать в комплекте, или, не знаю, высаживать мирное население, если кормить вот эту дрянью, то где-то, где лопухов много, что ли. Так что, очень спорный вопрос. Вот, видите, вот смотрите, она забурлила, да, там видно, да? Вот она, видите, забурлила, бульон оттуда попер. А сам кусок мяса, он ни хрена не разогрелся еще, это 100%. Так, чтобы у нас ничего не взорвалось. Ну, по сути, у меня закрылись сомнения, что надо было положить под банку, допустим, две таблетки сразу, но здесь их всего три в комплекте, и три банки у нас консервов в комплекте. То есть, получается, на каждую банку достаточно по одной таблетке сухого горючего, правильно? Если я правильно понял. Думаю, правильно. Ну, давайте, ладно, ждем, пока таблеток этот прогорит окончательно. И уже я сделаю конкретные для себя выводы. Стоит ли, допустим, такой вот, такого рода сухпай, или вообще стоит ли вот этот сухпай где-то покупать, класть его себе в машину, как бы, и уповать на него, что он вам где-нибудь, ну, грубо говоря, поможет при каких-то обстоятельствах выжить, или продержаться какое-то время. Или просто лучше, наверное, взять какую-то пластиковую коробку себе специально, и уже собрать по своему усмотрению туда все, что вам нужно. В принципе, сейчас все это продается, все эти каши продаются. Просто, опять же, надо сделать правильный выбор и купить хорошую кашу, которая будет вкусно вам поесть, а не абы что затолкать себе в желудок. Пить нормальный, не знаю, там может быть какие-то, те же крекеры с каким-то вкусом, там, какой-то паштет себе по вкусу. А, у нас еще паштет есть, мы с вами еще паштет сегодня будем пробовать. Это мне повезло, это у меня будет полноценный обед сегодня. Так что, но скажу сразу, скорее всего, друзья, да не скорее всего, а скорее, а точно, я если все-таки соберу собрать себе что-то вот такое вот рацион питания на сутки, на двое, на трое лучше, я это все закуплю сам лично. Конечно, за этим надо, как бы, приглядывать, чтобы по срокам годности это не просрочилось, и опять же, нас с вами где-то в экстремальных условиях не пронесло. Но, все-таки, лучше, наверное, так, чем вот есть то, что, судя, грубо говоря, нам с вами не по вкусу. Ну, ладно, ждем. Если вдруг кому-то видос неинтересен, если вдруг кто-то считает, что солит своими обзорами, то есть затмил, то есть это его ниша, это только позволительно делать ему, то скажу сразу, что я как бы вот это вот пробую, не ради того, чтобы сделать какие-то там баснословные просмотры там или еще что-то. Мне просто тупо самому интересно вообще, что вот в этих вот банках и возможно ли это вообще как-то употреблять в пищу. И, соответственно, как бы, ну, показать вам. Я думаю, что кому-то все-таки это будет интересно, как бы, своего зрителя это должно найти. Хотя, хрен его знает. Народ у нас любит сплошное пустое балабольство, не подтвержденное какими-то фактами. И нормальные настоящие тестовые обзоры мало кто уважает. Любят графику красивую и любят, чтобы им в уши грамотно ссали красиво, мягко таким, знаете, дикторским голоском все это доносили, которое убаюкивает даже. Да-да, кстати, чтобы снимать обзоры грамотно, наверное, надо быть не кислым психологом, чтобы знать, как это преподнести. Но я это делаю, как я умею, как я считаю нужным. Ладно, давайте ждем. Ну все, таблетос догорел полностью. Давайте попробуем это попробовать теперь. Смотрите, как грамотно звучит. Попробуем это попробовать теперь. Давайте, наверное, жир этот я немного солью. Ой, блядь, горячая. Жир я этот немного солью, потому что бульон мне этот сейчас не нужен совершенно. Бульон хорош тогда, когда мы с вами готовим какие-то макарошки. Вот. И посмотрим же, что нам тут. Ну, разогрелся она, конечно, не до конца. Но, в принципе, если ее разогреть окончательно. Ну, блядь, волокна-то мясо есть, конечно. Давайте, ладно, я его попробую, а потом уже вам подведу, скажем так, вердикт сделаю. Так, органолептический осмотр. Пахнет тушенкой, в принципе, ярко выраженной, но есть какой-то посторонний запах. Типа какой-то... Нет, не пахнет она ярко выраженной, но тушенкой пахнет. Ну, а вы знаете, в принципе, на вкус ничего. Ну, правда, мало соленая, перчика не хватает. Так, а что у нас там лавровый лист где-то есть, нету. Лавровый лист, наверное, нету. Но полезного, скажем так, продукта, полезного сырья, здесь не так много. Ну, в принципе, это ожидаемо. Вот она жила пошла, сразу оказалась на дне. Вот. Что опять же говорит о том, что в высшем сорте таких жил, я покажу, быть не должно. А, они тут есть. Ну, кусочки мяса тоже есть. Но вы знаете, такое ощущение, на вкус ничего, да, особенно разогреты, это хорошо. Но вы знаете, такое ощущение, как будто мясо, как сказать-то, перед тем, как закатать в банку, его в чем-то промассировали, потому что оно очень мягкое, очень какое-то сочное, но тушенка такой не должна быть, это 100%. Тушенку... Фу, жир попался. Тушенку, когда ешь, структура волокон мяса все равно должна чувствоваться. А здесь, я не думаю, что это какая-то мраморная пелятина, такая супер мягкая. Но все же, если, допустим, вот эту тушенку оценивать по моей пятибалльной шкале, по которой я оцениваю всю тушенку, ну, честно, поставлю и троечку. Даже, наверное, с плюсом. Потому что по вкусу ничего. В принципе, вот сейчас распробовал, да, она как-то, и на соль вроде ничего, но все же могло быть и лучше для российской армии, для солдат, которые нас защищают. Хотя я, конечно, не буду утверждать, что этот РП именно для армейки сделан. Он, видите, он просто на сутки для тревожных чемоданчиков. Ну, я не думаю, что офицерам в тревожные чемоданы выдают вот подобный урод, такую тушенку. Хотя, может быть, если вдруг кто-то из офицеров российской армии смотрит мои видосы, вы напишите, сталкивались ли вы вот с такого вот рода тушенкой вообще, с таким вот РП суточным и вообще как, что, что, почем. Если вдруг у вас какие-то другие РПшки, какие-то специальные, которых в продаже нет вообще, ну, опишите, будет интересно, конечно. Ладно. Каши Рисова оказалась ну, реально дерьмовенькой. Вот. Перловку попробовать мне не удалось, так как Перловку пробовали местные коты. Но я не думаю, что она намного лучше, потому что Перловка продукт довольно-таки своеобразный. И скажу сразу, Перловку я вообще не люблю. Если стоит выбор, допустим, между Перловкой и Рисом, я, конечно, отдам голос в пользу Рису, потому что вот сколько я не знаю, я не ел эту Перловку, сколько я не ел рис, да, бывают такие моменты, но каши эти были далеко не из РПшек, а как бы в свободной продаже они продаются. Вот. Перловку ее как-то, допустим, одна и та же банка, ну, грубо говоря, по объему, один и тот же производитель, вот все одно и то же, все, состав, вес, все. И вот как-то вот рис баночку эту съедаешь, вроде наелся, и его хватает на более долгое время, как-то ты вот не хочешь есть. А Перловка, ну, многие могут со мной согласиться, она какая-то пустая, вот ты банку сожрал, через полчаса хренак, и тебе опять, грубо говоря, есть хочется, почему-то она как-то куда-то там проваливается, что ли, или куда-то надевается, не знаю. Вот. Так что я говорю, что лично я для себя, если вдруг буду собирать что-то подобное, типа там тревожного чемоданчика, и мне нужен будет какой-то рацион питания на сутки, я, конечно же, все-таки заострю свое внимание на рисе, и выберу нормального производителя. Кстати, у меня баночка есть, одна рисовая каша, я вам, может быть, ее покажу, если вам будет интересно, если вы захотите на это посмотреть, пишите под видео, опять же, просто так этого делать мне нет, потому что я для себя уже сделал выводы. Ладно, друзья, по пятибалльной шкале, ну, наверное, троечка, попала жила, но хрен с ним, на вкус вроде ничего, лаврового листа я здесь не нашел, вообще ни грамма, ну да ладно, и черт с ним, не особо, не в лавровом листе, скажем так, счастье, мясо есть. Скажу, как всегда, при обзорах тушенки, лучше такая, чем никакой. Давайте, как всегда, палец вверх, кто не ставит, тот вонючка, за всем прощаюсь, всем удачи, всем пока.